Национальная хоккейная лига В первом матче серии второго круга между Питтсбургом и Рейнджерс Яромир Ягар разобрался с несколькими защитниками и выдал отличный пас на Марио Лемье И тот принес победу своей команде 4-3 в матче Очень важный гол был у Ягара и в четвертой встрече Ну и вот посмотрите, 9 голов провели Марио Лемье и Ягар ворота Рейнджеров Вся остальная команда всего лишь 5 И на счету этого тандема треть бросков пингвинов по воротам Рейнджеров А вот у нью-йоркцев совершенно потерялся Брайан Лич, минус 4 У Марка Месье 2 гола, 2 передачи Пингвинс лучшая команда по игре на выезде 5 матчей, 5 побед, у Рейнджерс тоже неплохой показатель 12 раз в истории Рейнджеры уступали в серии 1-3 7 раз проигрывали в пятой встрече Трижды в шестой и один раз довели до седьмой игры, но и там уступили Ну вот смотрим фрагменты, как действовали Рейнджеры в том розыгрыше плей-офф Ну а эта страничка посвящена Яромиру Ягру В 92-м году в серии против тех же Рейнджерс, когда Марио Лемье был травмирован 20-летнему Ягру пришлось взять на себя бремя лидерства и он задачу исправился отменно Тогда он завоевал второй персень обладателя Кубка Стэнли Посмотреть, как он действовал против Рейнджеров Ну и затем финал против Чикаго 3-0 в серии и четвертый матч мог принести второй подряд Кубок Стэнли к Питтсбургу Естественно, болельщики Пингвинов страстно этого желали Открыл счет в этом матче как раз Яромир Ягру Поразив дальний угол ворот, который защищал Эдбель Фур Вот мы видим Яромира Ягра на разминке Еще даже до того, как он надел коньки 1-0 в этом матче, однако Дир Грэм добивает шайбу после сольного прохода 1-1 Капитан Черных Ястребов работал в этом матче из-за себя, из-за того парня Далее, одной рукой Кевин Стивенс переигрывает Эда Бельфура Ошибка вратаря И Майк Киннен, расстроенного Эда, меняет на Доминика Гашика Дир Грэм сравнивает счет и во второй раз С той же точки поражая ворота Питтсбурга 2-2 Однако, Скотти Боуман вносит небольшие коррективы И вскоре Лэри Мерфи мощно бросает по воротам А Марио Лемье удачно играет на добивание Между прочим, пас Мерфи отдал именно Марио 3-2 Однако, Дир Грэм вновь занимает свое излюбленное место на дальней штанге И оформляет хет-трик, попутно сравнивая счет в третий раз 3-3 Естественно, кепки полетели на лед Приветствуют так чикагцы своего капитана Далее, в подтрибунное помещение Отправляет Сьеромир Ягарь, а воодушевленный успехом своего капитана Блестящий сейф совершает Доминик Гашек И против кого? Против капитана Пингвинс, против великого Марио Лемье Но это Пингвинс нисколько не смутило Бросок Лэри Мерфи и вновь Питсбург впереди Ну а подвел итог этого матча Рон Фрэнсис На этот раз не стал он делиться ни с кем шайбой И мощным щелчком пробил Доминатора 6-5 в итоге в матче 4-0 в серии И второй кубок Стэнли У Питсбурга К радости Скотти Боумана К радости болельщиков Ну и конечно же самих игроков И первым, кто поздравил Скотти Боумана Стал его оппонент по финалу Майк Киннон Майк Киннон долго не выпускал из объятий Скотти Боумана Тому так и не удалось вырваться Но вот Брайан Тратье, Марио Лемье, Джон Зиглер Вручает кубок Стэнли Питсбургу Блестящая, уверенная, безапелляционная победа Питсбурга Ну а этот клип посвящен команде Питсбург Пингвинс Бобу Джонсону, впервые приведшему клуб кубку Стэнли Лидером команды Марио Лемье Яромеру Ягру, Кевину Стивенсу, Марку Реки Полу Кофи, Тому Барану Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова